Спасибо, это большая радость быть здесь сегодня с Вами. Я знаю, что Вы приехали из разных церквей, из разных собраний. И для меня это честь быть сегодня здесь с Вами в церкви Роса. Спасибо Павлу и Марину за то, что они принимают. И я думаю, что мы можем идти прямо к тому слову, которым я хотел поделиться с утра. Но я также хочу поделиться с Вами приветствуемость церкви в Кейптауне. И у нас сейчас, то есть у нас сеть из 25 церквей. Но это одна церковь. И это церковь, в которую входят 25 собраний. И есть человек, которого зовут Эндрю, по-моему, Селли, который ведет церковь, откуда я родом. И вот 10 лет назад мы с ним объединились вместе. И на тот момент у нас было три церкви, сейчас у нас их 25. И наша команда служения апостольского, и вот это поле деятельности называется... И у нас хорошее отношение с Новыми Рубежами. Поэтому меня на самом деле захватывает то, что эта церковь, в которой мы сегодня находимся, она в отношениях с Новыми Рубежами. И я в служении уже 41 год в этом году. 41 год я женат. Та же самая жена. Одна жена. И Бог чудесен просто. У нас четверо детей. У нас семь внуков. И восьмой уже на подходе. Но мы видели, как Бог делает великие дела. И я лично насадил пять церквей в нашей стране. И мы для каждой из этих церквей купили землю и построили здания. И мы видели, как Бог делал чудеса. И я хочу сказать вам сегодня, что Бог не закончил с чудесными делами. Он все еще Бог чудес. И на домашней группе, которую мы посещали в среду, я поделился тем, как я увидел, как молодой человек воскрес в больнице. Он был уже мертв в течение часа. И я где-то двадцать минут за него молился. И я просил Бога, чтобы он сделал чудо. И пришел доктор. Потому что они должны были отсоединить уже систему жизнеобеспечения от него. И он, этот доктор, меня увидел и узнал. И он сказал, а, Уилл Морей здесь, что дальше произойдет? Ну, то есть, он очень смутился тем, что он меня увидел. И я ему ответил. А, доктор Бритц здесь, дай Богу шанс. И в этот момент молодой человек сел на своей постели. И он начал протирать свои глаза. И его мать его обняла. И я так сильно испугался, что я буквально описывался. Потому что, когда Бог двигается, это Божья сила. Это Божье присутствие. Это для Божьей славы. И ты понимаешь, что ты только нож и вилка в руках Бога. Если он хочет тебя использовать, он возьмет эти инструменты, или положит их обратно, если не хочет. И мы видели другие чудеса. Удивительные чудеса. Исцеления. Хромой, который, ну, парализованный человек, у которого фактически был прострелен позвоночник, он не мог дойти даже в больницу. А он шел в больницу. И я благодарю Бога о том, что многие эти чудеса были прямо в больницах. И нужно понимать, что когда молодой человек воскрес из мертвых в больнице, очень трудно было оформить все документы этим докторам. Но они не могли отвергать чудо. Это был Бог. И я хочу сказать, что это здорово благословлять церковь. Я люблю благословлять церковь. И я видел, как церковь растет разными путями. И я вел церковь, в которой было 4,5 тысячи человек. Но это было все вчера. А что у Бога есть для сегодняшнего дня? Вот почему Карл использует такую фразу. Очень хорошо смотреть на наше наследство. Но что насчет нашей судьбы? Потому что то, что Бог делал в прошлом, может нас вдохновлять сильно. Это может нас обогащать энтузиазмом. Но только мои отношения с Богом сегодня могут нас оснастить. И мне нужна сила Божия сегодня. И мне нужно Божие обеспечение сегодня. Для того, чтобы исполнить Божьи цели сегодня. И единственное, как я могу иметь Его силу, Его обеспечение, для Его цели, это живя в Его присутствии. И Бог хочет, чтобы мы были в Его присутствии. Он не хочет вести вас на поводке, как щенка. Он хочет, чтобы вы прям очень близко были. Он хочет, чтобы вы были прям очень близко. И вот чем я хотел бы поделиться с вами прямо сейчас. И я хочу говорить о благодати. Божьей благодати. И я хочу посмотреть на спасающую благодать. И потом у нас будет перерыв на какое-то время, и потом у нас будет оснащающая благодать. Это та же самая благодать. Это как мы выпили воды, и я свою жажду утолил. Две разных вещи. Но это то же самое. То есть одно выпить воды, другое утолить жажду. Но я понимаю, что церковь не понимает спасающую благодать. Если она не понимает спасающую благодать, она не может войти в ту благодать, которая нас оснащает. И когда я насаждал эти церкви, у меня была привилегия изучать теологию. И я учился, прям дошел до уровня доктора. И я понял, что несмотря на то, что ты можешь знать очень много о теологии, ты можешь очень много знать о Боге. Но тебе нужно знать Бога. И Иисус говорит об этом в Новом Завете. И есть очень много людей в церкви, из-за того, что они не познакомились основательно со спасающей благодатью. Они в вере, но они не в битве. Бог хочет, чтобы мы выходили в сражение. Бог хочет, чтобы мы были женщинами, мужчинами судьбы. И я чувствую, мы делились этим на прошлой неделе, то, что Бог делает что-то в России. Я не говорю это просто, потому что я сейчас в России. И я говорил об этом Павлу и Андрею, когда мы ехали в машине. Я сказал, я люблю Россию. Потому что Россия, это не просто так, знаете, ну, поиграться. То есть, для того, чтобы даже жить в этой погоде, нужно быть русским. Если я без куртки, выйду сейчас на улицу. И у меня, у меня даже не одного волоска нет здесь на груди. Я обратно забегаю и одеваю сразу большую куртку. Но если я смотрю в окно, например, там был человек, который выгуливал собаку. Я знал, что он русский. Потому что у него даже куртки не было. И для него это как лето было. Но также в вере. Если я смотрю на то, что Бог делает через людей. И те книги, которые я читал. Христианство не приходит легко. И ходить в духе, это также нелегко. И в России это была заплачена большая цена для того, чтобы это делать. Больше, чем в других странах. Поэтому то, что я хочу сказать о спасающей благодати. Я заметил, что Павел всегда начинает. И давайте откроем Ефесянам вторую главу, если у вас есть в Библии. С первого по десятый стих. Ефесянам 2, с первого по десятый стих. Прочитаем. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Его благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы творение, созданное, его творение, созданное во Христе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И когда мы читаем это послание к церкви в Ефесе, Павел говорит в пятом стихе, благодатью вы спасены. В седьмом стихе, опять сказано, благодатью, в восьмом стихе, благодатью, все по благодати, мы были спасены по благодати, сто процентов это сделал Бог. Вот почему с первого по третий стих, было сказано, я жил в мире, был такой же, как в мире, был мирским. Но потом появляется стих 4, и сказано, но Бог, который богат благодатью, милостью, из-за его великой любви, которую он возлюбил нас. Он сделал нас живыми с его сыном Иисусом. И он продолжает, Павел продолжает, говорит, это все Бог. Тебе, ты с этим ничего не сделал, ты не помог себе никак. И никто не может хвалиться. Это чудесно. Это спасающая благодать. Поэтому я, например, не искал Бога. В своей жизни я был молодым человеком, который жил в мире. И до возраста 21 года я никогда не был в церкви. Я не знал, чем они занимаются вообще в церкви. Мой папа был французом. И он был чудесным отцом. Но он сказал, никогда в эти здания даже не заходи. И когда я был молодым человеком, женщины носили большие шляпы красивые. У них там были перья в шляпах. У кого-то там фрукты даже были в шляпах. И я сказал, я не знаю, что там люди делают в церкви, но одеваются они смешно. Но однажды, в субботний день, я занимался тем, что я ездил на мотоциклах. И у меня была серьезная авария на дороге. Я думал, я умираю. На тот момент у меня в жизни было много наркотиков, и я курил неправильные вещи. Пил неправильные вещи. Жил неправильно вообще. И я чувствовал, что я умираю. И я воззвал к Богу. Я не могу тебя слышать, не могу тебя видеть. Но если ты есть, мне нужна помощь. Вот что я сказал Богу. Я сказал, пожалуйста, ты нужен мне в моей жизни. Я прошу тебя, прости меня. Я даже не знал про прощение. И в один момент Бог изменил меня. И вот этот четвертый стих, но Бог, так же, как я, шел в своем собственном направлении, но Бог. И Бог изменил мою жизнь. И в следующее воскресенье я уже был в церковном здании. У меня были длинные волосы, прям вот до пояса. И мне такую специальную присыпку красную нанесни на лицо, там, где была боль. Ну, неважно. В общем, и у меня рука была сюда привязана, потому что у меня плечо было выбито. И в церкви все, кажется, смотрели на меня. Я выглядел как церковный экспонат. Но я знаю, что что-то произошло со мной. И Библия объясняет мне, как это произошло. Поэтому в Галатам, второй главе, с 16 по 21 стих, Павел объясняет все эти вещи для церквей. И он говорит, да, и он говорит о спасающей благодати, о которой я говорю. И людям нужно понять благость этого. И в Галатам, вторая глава, с 16 стиха по 21 стих. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сраспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. И что ныне живу воплоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня, не отвергая благодати Божией. А если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Здесь в 19 стихе есть секретный ключ. Здесь Павел говорит о законе, а потом говорит о благодати. В 19 стихе он говорит, «Я законом умер для закона, чтобы я мог жить для Бога». И очень часто я вижу, как спасение описывают людям. И как то, что «Приди к Иисусу, и Он тебе все даст». Ты отдашь Иисусу свою жизнь, Он даст тебе свою жизнь. Да, мы принимаем, мы получаем Его жизнь в результате. Но только после того, как я принял Его смерть. Смотрите, путь к жизни через смерть. Поэтому сказано в стихе 19, «Я законом умер для закона, чтобы я мог жить для Бога». То есть здесь говорится о том, чтобы прийти к Нему, умереть и потом жить. И мы учим об этом в нашей церкви. Ты не можешь жить, если ты не умрешь. И есть много людей, которые на самом деле говорят, «Я не готов отдать все, что у меня есть». Я не могу отдать свою жизнь. Но Иисус говорит, «Если ты пытаешься сохранить свою жизнь, ты потеряешь свою жизнь». Но если ты готов отдать свою жизнь, тогда ты найдешь ее. И здесь мы говорим о законе и благодати. И Павел все время между ними двумя идет как бы в своем учении. Поэтому, если быстро прочитаем, Римлянам 6 глава с 1 по 8 стих. Смотрите, как часто в Римлянам Павел говорит о смерти. «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, чтобы нам жить в нем. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Ибо мы погреблись с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, слава Отца, так и нам жить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены с ним подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить с ним будем. Жить будем с ним». В седьмом сказано, «Умерший освободился от греха». И здесь интересно, что Павел как раз говорит о том, что вообще путь к жизни лежит через смерть. В восьмом стихе сказано, «Если мы умерли со Христом, то также будем жить с ним». И Он здесь говорит об истине крещения. И я вот недавно был в Бразилии, и я вот об этом учил, о том факте, что нам нужно умереть со Христом, а потом воскреснуть для новой жизни. И мы демонстрировали это через то, что мы проходим через воды крещения. И там было несколько молодых людей, которые крестились. И они их привели к бассейну. И там был молодой человек, жизнь которого радикально изменилась. Он должен был креститься в тот день. И они взяли молодого человека, и они кричали, «Морте, морте!» И они взяли его, и буквально кричали на португальском, «Смерть, смерть!» А потом они его крестили под водой. И там люди стояли вокруг бассейна. Там около двухсот человек было. Все были в одежде. А потом, когда они подняли его из воды, они все вместе стали восклицать, «Вы смотрите, он жив, он жив!» И все прям в одежде прыгнули в бассейн. И люди, которые были вокруг него, они прям подняли его вверх и стали восклицать, «Вот, он жив, он жив!» Только бразильцы могут так делать. Но они реально праздновали то, что это реальность, что он умер со Христом, потом воскрес со Христом. И в Римлянам 7 Павел продолжает. И он сказал, что закон — это что-то, ну, как жена, которая была замужем за ним, и это ко всем нам относится. Когда мы родились, мы сразу же обручились к Закону. И мы будем осуждены, если мы также останемся, грубо говоря, замужем за Законом. И в седьмой главе он говорит, да, он приносит эту картину, да, закона, который как бы является нашим мужем. Во втором стихе седьмой главы он говорит, «Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества». Он рисует такую картину как бы закон равен мужу здесь. Ну, вот сейчас я живой, но я хочу прийти к Богу. Но я не могу прийти к Нему, потому что я замужем за Законом, я женат на Законе, как угодно. И Павел говорит, «Давайте я вам кое-что расскажу об этом муже». Он идеальный муж. Представьте, что жена, она замужем за идеальным мужем. И Павел также говорит, он говорит, «Закон совершен». Закон никогда не делает ошибок. Представьте себе, что вы замужем за мужем, который никогда не делает ошибок. Но несмотря на то, что он никогда не делает ошибок, он всегда замечает твои ошибки. И он не только замечает твои ошибки всегда, но он никогда не поднимает и пальцы для того, чтобы тебе помочь. И это хуже, чем все, что угодно. И последняя самая плохая новость в том, что он будет жить вечно, этот муж. Он никогда не умрет. Представляете себе быть замужем за таким мужем? И нет выхода из этих отношений. Ты не можешь иметь спасение и в то же самое время быть замужем за закон. Но Павел говорит, есть выход. Несмотря на то, что этот муж никогда не умрет. Вот этот муж, закон, с которым я обручен. Я сам могу выбраться из этого закона. Из этого брака, если я умру. То есть, как будто мне надо убить себя. Но я иду вместе со Христом на крест. По вере. Это все равно, что я бегу перед автобусом, ну и какой-то автобус едет, я перед ним, он меня сбивает. Но я оправдан верой. Но я могу иметь жизнь, только если я умру, пройдя через смерть. Поэтому Павел говорит в Галатам 2, 20 стихе. Я сораспят со Христом. Если видите меня, смотрите на меня, я умер со Христом. И несмотря на то, что вот этот человек, которого вы видите, живет, но я умер со Христом. И это Христос теперь живет во мне. И я живу эту жизнь через веру в Сына Божьего. Поэтому, если мы смотрим на кого-то, кто... А, да, то есть, суть в том, что вы смотрите на меня, и вы видите человека, который не может никогда умереть. Я не могу умереть. Вы можете сейчас уехать отсюда и сказать, что вы видели проповедника сегодня, который немножко не в себе, и он говорит, что он не может умереть. Но Павел говорит, я не могу умереть. Потому что я уже умер. Две тысячи лет назад. Я умер с Иисусом, когда Он умер. И Римлянам 6, там сказано, что когда Он был похоронен, я также был похоронен с Ним. По вере, я был похоронен, когда я пошел вместе с Ним в воды крещения. Но когда я встал из этой воды, я был воскрешен с Ним. И по вере, я уже сижу с Ним в небесах. Поэтому Павел пишет церковь в Фессалонике. И Он им также говорит об этой истине. Те из вас, кто потерял любимых, близких, которые знали Бога, вы можете печалиться, но не так, как те, у которых нет надежды. Потому что Он говорит, мы не можем умереть, но мы только уснем. И Он говорит три раза этой церкви в Фессалонике. Те из вас, кто знают Господа, и по вере умерли с Ним. Умерли с Ним. Я умер для моего видения. Для моих мечтаний. Для моих мечтаний. Для моих желаний. Моих страстных желаний. И воскрес для Его видения, для моей жизни. И Он теперь мой Господь. И я говорю студентам университета, почему вы здесь учитесь? Они говорят, о, чтобы быть инженером. О, чтобы быть доктором. О, чтобы быть учителем. Я говорю, вы здесь не для того, чтобы быть инженером, доктором или учителем. Вы здесь, потому что Бог хочет, чтобы вы были здесь. Но они говорят, да, но я стану доктором. Но в первую очередь я должен искать Его царство. И в первую очередь я должен быть там, где Бог хочет, чтобы я был. И вот это спасительная благодать. Я был спасен для какой-то цели. Его церковь придет, Его царство в первую очередь. Я желаю Его в первую очередь. Я хочу взять то, что есть у Бога для меня. Когда я пришел к Богу. Я хочу жить для Господа так же, как я жил в этом мире. Я был хорошим филистином. Я жил дико. У меня было все. Я просто вообще тратил себя, просто вообще сгорал. Но когда я воскрес вместе с Духом Божьим. Я сказал Богу, Бог, я так же дико хочу жить для Тебя. Я Твой. Куда хочешь. В любое время. Я хочу жить для Твоей славы. Я не хочу быть просто в вере, но не в сражении. Я хочу быть прямо впереди в битве. Я не хочу всегда говорить о том, что вчера произошло. Я хочу говорить о том, что Ты имеешь для моей жизни сегодня, завтра и в будущем. Потому что я был спасен для цели. И Павел пишет церковь в Колоссян, в Колоссян, в Колоссян, в Колоссях. И он говорит в первой главе, в двенадцатом стихе. Бог призвал нас к участию и наследию святых во свете. Он дал нам право разделить наследие в современном переводе святого, своего народа в царстве. То есть, он признал нас годными. Вот это слово «признать годным» очень важно. У нас есть такая гонка, соревнования в Южной Африке, когда там люди бегут 90 миль, да, получается. Или едут. А, да, бегут. То есть, прямо от побережья до гор. Я как-то бежал. И тогда, когда я бегал, я был очень вот таким худым, а сейчас я вот такой толстый. Но когда я был вот таким вот, прям под жаром, я бежал, я участвовал в этом соревновании. Но не все могут присоединяться, присоединиться к этому. Тебе нужно пробежать марафон 42 километра для того, чтобы тебя зачислили и тебя определили способным бежать 90. И когда ты 90 километров добегаешь, тебе дают медаль. Но тебе нужно бежать по правилам. И меня как бы одобрили, и я был способен бежать 90. И поэтому вот так же нас, Христос, Он говорит, что мы можем бежать 90 километров. Допускает нас, но нам все еще нужно бежать. И я чувствую, что многие верующие, они только, знаете, они стоят вот на этих, на старте просто. А я не понимаю, я говорю, почему они не хотят бежать дальше? И они говорят, нет, нет, это все по благодати. Благодать меня спасла, и она меня поддержит. Мне не нужно бежать. Я говорю, нет, вы не понимаете Писание. В Ефесянам 2, 10 сказано, мы это читали. Мы Его, мы Его соработники. Мы Его свидетели. И Он нас предназначил. Для того, чтобы мы совершали что-то. Он нас спроектировал для успеха. Для того, чтобы мы бежали этот забег. В соответствии с теми планами, которые у Него есть, которые Он предопределил для моей жизни. И когда я беру то, что Бог приготовил для меня, когда я вхожу в это, я понимаю, для чего меня Бог спас и почему. И это становится реальным для меня. Потому что Он меня спас, но я должен стать тем, кем Бог предназначил меня, чтобы я был. Но вот это была спасительная благодать. Спасительная благодать, она меня также спасает для вечности. Но если я... Спасительная благодать, она меня вводит в отношения с Отцом, с Богом Отцом. Но сейчас, то, что я... То, чем меня назвали, я должен этим стать, я должен этим быть. И сейчас я Сын Божий. Но я должен ходить как Сын Божий. Я должен говорить как Ребен Божий, как Дитя Божие. Я должен мечтать как Дитя Божие. Когда люди видят меня, они должны видеть Дитя Божие. Потому что я есть Дитя Божие. Но сейчас есть что-то, что меня оснастит, даст мне возможность, чтобы это было реальностью. И это нелегко. Потому что плоть всегда противится этому. А Павел говорит, что наш естественный человек не хочет этого. Наша плоть хочет того, что она хочет. Вот почему в наших церквях много людей, которые приходят, потому что им просто это нравится. Нравится быть в церкви. И мы не проповедуем то, что им не нравится. А то есть они говорят, не проповедуйте нам, не проповедуйте нам истину. Если есть что-то, что им не нравится, просто давайте это обойдем. И я знаю людей, которые имели отношение с Богом. И они любят истину. Когда я думаю об этой истине, о том, что я умер со Христом. А потом я воскрес с Ним. Потом я не могу больше умереть. Второй смертью. Когда я оставляю эту жизнь. Ухожу с нее. Это практически, Павел говорит, как заснуть. И я как-то сидел с моим другом, который был доктором, и он умирал. И он говорит, я видел много людей, и я был с ними, когда они умирали, а сейчас моя очередь. А я его привел к Богу, и он был крещен много лет назад. Но он говорит, ну сейчас мне страшно. Сейчас, когда моя очередь, мне страшно. Я говорю, тебе не нужно бояться. Я говорю, ты не можешь умереть. Он говорит, не, 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 сейчас я умру. Он говорит, все умирают. Я говорю, нет, не, не, Библия говорит, что ты умер уже две тысячи лет назад. Верой. Поэтому ты просто уснешь. Ты знаешь, чем старше я становлюсь, тем больше я люблю спать. Особенно зимой, когда солнышко светит через окошко. Я говорю, это не так же с тобой, ты не любишь, но тебе так же не нравится спать. Он говорит, ну да, мне нравится спать. Я говорю, сейчас ты просто уснешь. Не смотри на часы. И, в общем, если ты будешь смотреть на часы всю ночь, тогда ты так и не узнаешь, когда ты заснул. Это правда. Но ты знаешь минуту, когда ты проснешься. Я говорю, поэтому просто наслаждайся тем, как ты уснешь. И Библия говорит, из-за того, что вы умерли с Ним, и вы живете теперь с Ним, труба будет звучать. Звук трубы мы услышим. И мы услышим этот звук и воскреснем вместе. И когда мы пойдем вверх все вместе, я к тебе повернусь и скажу тебе, я тебе говорил, я тебе говорил. Поэтому Павел заканчивает свое послание к церкви в Коринфянам в 15 главе, в 55 стихе. Он говорит, смерть, где твое жало? Ад и могила, где твоя победа? Это все растворилось. Это все побеждено победой Христа. У меня есть четверо детей. И у меня три дочери, которые тоже служат Богу. И две из них, они в постоянном служении в церкви. И один сын. Он был лидером поклонения в церкви. И он проповедовал, как его отец. Молился, как его отец. Но пришел день, прям когда, перед тем, как ему было 21 год. Большой автомобиль, как бы, ворвался, пробил прям к нам в сад, и избил его, и он умер прям там. Это был ужасный день для нас. Я не желаю это никому. Чтобы твой сын прям перед тобой умер. И когда мы стояли при похоронах и смотрели на все это, я и моя жена. Жена сказала, все, он ушел, его больше нет. А я сказал, да, но смерть, где твое жало? Он не умер сегодня. Он умер 2000 лет назад. Он просто уснул. И я буду, да, я буду страдать. Я буду печалиться. И иногда я даже сейчас вспоминаю это и плачу. Но не так, как тот, у кого нет надежды. Из-за спасительной благодати. Спасительной благодати. Бог спас моего сына. Поэтому я заканчиваю с этой историей. И вот, да, есть отец, у него есть два сына. Старший и младший. Старший и младший. И пчела прилетела. И она старшего укусила, ужалила. И вот этот парень, он кричит, ну, ему больно. И он плачет и кричит. И потом пчела летит, и летит к младшему. И вокруг него летает. И он так же кричит, кричит. И отец говорит, успокойтесь. И младший говорит, пчела, пчела, пчела. Отец говорит, ну, не надо, успокойся. Он говорит, ну, отец, ну, пчела, она меня тоже ужалит. Он говорит, я хочу тебе кое-что сказать. У пчелы есть только одно жало. И твой старший брат, Иисус, уже принял, уже принял это жало. И смерть, где твоя жало? Где ад твоя победа? Это во Христе все было побеждено. И наши люди должны прийти к осознанию благодати, этой спасительной благодати. Но когда дьявол приходит с искушением, то есть, да, он приходит с искушением, и он говорит, вернее, ты ему говоришь, ты знаешь, кто я есть. Я сын Бога живого, всемогущего Бога. И на самом деле, там, в этих сферах темноты, они тебя знают. Те силы тебя знают. Давайте просто клоним голову перед Богом, давайте закроем глаза. Я хочу спросить вас сегодня. Когда мы говорим о спасительной благодати, умер ли я со Христом? Умер ли я для плоти и для моих мечтаний? Сказали ли мы, Господь, вот моя жизнь, я принимаю Твою смерть? Я хочу Твоей воли для меня. Я хочу Твоих желаний для меня. Я хочу Твоих планов для меня, для моей жизни. Когда мой муж смотрит на меня, я хочу, чтобы он видел Твое отражение. Когда моя жена смотрит на меня, я хочу, чтобы она видела Твое отражение. Когда люди вокруг меня смотрят на меня, я хочу, чтобы они видели Тебя в моей жизни. Когда я теряю что-то драгоценное, чтобы Твоя благодать меня сохранила и чтобы люди видели Твою славу в моей жизни чтобы они видели, что вся моя жизнь она в Тебе. И я хотел бы спросить Вас, когда сейчас мы склонили все головы если Вы знаете, что Вы вошли в эти отношения с Богом и Вы говорите, Господь, я умер с Тобой и я воскресну с Тобой и я больше не свой я принадлежу Тебе. Но если Вы чувствуете сегодня, что что-то отсутствует чего-то не хватает в Ваших отношениях с Богом что где-то все еще Вы боитесь смерти и этот страх контролирует Вас Иисус сказал, что Я пришел для того, чтобы у Вас была жизнь и жизнь с избытком и Я хочу, чтобы Дух Святой освободил Вас от этого чтобы по вере Вы пришли ко Христу и кресту Иисуса Христа и чтобы Вы также могли сказать Я сораспят со Христом несмотря на то, что я сижу здесь в этом здании на этом стуле но не я, но Христос во мне Бог, помоги мне жить так понимая, что я не просто человеческое существо и у меня есть такое временное духовное переживание духовный опыт но на самом деле я духовное существо и у меня временный человеческий опыт и скоро я увижу моего Царя и если Вы чувствуете, что Вы хотите заново посвятить свою жизнь свою жизнь в этой сфере мы не будем сейчас смотреть друг на друга между Вами и Богом скажите, Бог, дай мне эту уверенность помоги мне понять Твою благодать так мы все закрыли глаза но Вы можете поднять руку я хочу помолиться за Вас прямо сейчас благослови Вас Господь много рук слава Богу слава Богу давайте все встанем вместе я хотел бы, чтобы мы помолились Отец, во имя Иисуса Христа наполни нас заново Духом Святым дай нам не только быть теми, кто смотрит на то, что Ты сделал в прошлом но мы смотрим на то, что Ты хочешь сделать дальше в нашей жизни и я благодарю Тебя за эту церковь я благодарю за церковь, которая представлена здесь сегодня я прошу, чтобы новое что-то, как новая волна прорвалась чтобы люди Божьи, они видели это и чтобы они вошли и не были просто в вере, но были в битве я провозглашаю это над всеми нами сейчас во имя Иисуса Христа смерть, где Твоя жало ад, где Твоя победа из-за Иисуса Христа мы больше, чем победители и мы, как все Божьи люди, сказали Аминь Благословит Вас Господь, слава Богу